Давайте мы пойдем с вами в Матфея, 16 главу, 13 стих. На мой взгляд, это одна из... То, о чем я сегодня собираюсь учить, наверное, это будет учение все-таки больше, одна из самых важнейших тем в Библии. Так что пусть твое сердце будет открыто, молись, чтобы получать не только информацию вот таким звуковым способом, но чтобы в духе это было открыто для тебя. Итак, Матфея, 16, 13. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого. Я возьму просто один стих. И знаете, друзья, с одной стороны может показаться, но кто, за кого меня считают люди, вон как Павел сегодня взял селфи, сделал себе. Я не знаю, куда он будет использовать, но он еврей, сто процентов он куда-нибудь использует его. И хотя это была шутка, но я не знаю, мне кажется, в каждой шутке есть доля шутки. То есть я видел проповедников, которые говорят, давайте передадим привет, я здесь, аллилуйя, я служу здесь, ну и служу там, и служу там. И я думаю, что он решил, хотя повторить их судьбу. Но тем не менее, и конечно же, и тогда возникает вопрос, когда люди видят тебя там в инстаграмах, еще кто-то он там на фоне такой огромной общины, кто он, чего он там делает, то есть и так далее. И кто, кто я, то есть это не праздный вопрос. А относительно Иисуса, когда он задавал, он вдвойне важен. Почему? Потому что от того, кем ты считаешь Иисуса Христа, для тебя лично. Потом, вы помните, что он задает вопросы там, те говорят за пророка, те за того считают. И он говорит, ну а вы за кого почитаете? Я думаю, что даже более важен второй вопрос. А вот вы, ладно, вы хорошо. Иисус Христос, он Бог, он Царь, он всемогущий, он вездесущий и так далее. Ну а для тебя он кто? Ну не знаю, а для меня? Ну не знаю, кто он для меня. Я помню один, кто Михаил, свидетельствовал, выходил, когда проповедовал. Он сказал, самое сложное было, когда я пришел в центр, и когда мне сказали, иди молись, молиться пустоте. То есть фактически у него не было представления. Конечно, он хотел освободиться, но у него не было представления, как можно молиться тому, кого ты не видишь. И естественно, что он задает вопрос, а за кого вы почитаете меня? Почему? Потому что это архиважный вопрос. Из того, как ты видишь Иисуса Христа, будет дальше складываться твоя судьба. Мы видим, что в Марков 6 главе он приходит в свое Отечество. Перед этим он сделал великие-великие чудеса. И с 1 по 6 стих рассказывается о том, что он не мог сделать никакого чуда. Я много раз перечитывал это местописание, но я даже не сам его увидел. Я читал какую-то брошюру, кажется, Канетахегена. И он говорит, посмотрите, Иисус не мог. Я думаю, да не может такого быть. Открываю Библию. В моей Библии тоже написано не мог. Не то, что не хотел, не то, что там, ну, просто не стал делать и всего. Не мог совершить там никакого чуда, а только дивился и не верил их. Почему? Да потому что они его воспринимали неправильно. С одной стороны, они были правы на 100%. Они говорили, кто он? То есть, вот его мама с нами. То есть, они знали его, что да, вот семья какая-то жила. Вот его братья здесь вот находятся. Он сын плотника. Что это говорилось в любой, в старые времена, в любой семье, сын наследовал профессию своего отца. То есть, фактически они сказали, мы знаем его как плотника та же. То есть, что они сказали? Мы знаем его как члена вот этой семьи, мы знаем его братьев, его принадлежность. И третье, мы знаем, кто он по жизни, то есть, чем он занимается. Но они не могли воспринять его совершенно по-другому. И мы видим, что это ничем добрым не закончилось. Если подумать, когда мы общаемся друг с другом, то точно так же. Когда ты не знаешь какого-то человека, ты думаешь, ой, интересно, как вообще вот, ну, к нему относиться. И в прошлый раз у нас приезжал Сулиас Иосиф Курула, и мы объявили. Я был убежден, что зал будет переполнен. Почему? Потому что это же Сулиасий приезжает. То есть, это же Божий генерал. И чуть больше ползала. И я пять раз перекрестился, сказал, слава Богу, что мы выбрали тот зал на 500 мест. То есть, я представляю, какое бы количество здесь сидело. То есть, это вообще позорище. И я понял, что люди просто не знали, кто этот человек. Ну, какой-то очередной проповедник приезжает. Ну, наверное, скажет что-то хорошее. Ну, это апостол Божий. Иногда мы идем с ребятами в баню или кушать. Ну, с какими-то людьми, которые на самом деле в глазах Божьих сделали великие вещи. То есть, я поражаюсь каждый раз, когда люди начинают рассказывать, какие у них планы. Это не имеется в виду. Ну, тот сидит, кушает обычно, то есть, ну, говорит, классно. Он говорит, а у меня такой проект. То есть, ну, как бы построить муравейник на своем участке, там еще что-то развести, там, этих курей, то есть, и так далее. И человек, он, конечно, будет слушать тебя. Я думаю, ну, как, вот как так можно, когда человек, вот Божий, здесь задает и вопросы. Неужели тебе вообще вот фиолетово все? Как он пришел к этому? Из-за чего? Что было трудно в его жизни? Что, может быть, он какой-то секрет расскажет? Потому что такие люди, они, как правило, они просто полны. Они наполнены. Они готовы изливать. И это благословение может изливаться, если ты понимаешь, ну, вот реально понимаешь, с кем ты общаешься. Матфея 10, 41 написано. Кто принимает пророка во имя пророка? Это не то, что ты пригласил пророка к себе в дом. Это имеется в виду, что ты относишься к нему как к пророку, как к человеку Божьему. Написано, получает награду пророка. И дальше написано, кто принимает праведника во имя прадника, он получает награду праведника. Это нормальное отношение. То же самое, друзья, то же самое по отношению к Иисусу Христу. Если вы принимаете Его как Сына Божьего, да, как человека, когда-то творившего чудеса, да, то есть, но принимаешь ли ты Его как Бога сейчас в твоей жизни, который во всем стоит на первом месте, в выборе какого-то решения. Как ты принимаешь это решение? На основании чего ты принимаешь решение? Я иногда слышу, знаешь, мне муж поставил ультиматум, то есть или я, или Бог, я выбрала его. Ну, вы нормальные или нет? Ну, как вы можете так вот принимать решение? Ты скажешь, ну, почему ты так говоришь? Да потому что я говорю, что на первом месте Бог, потому что люди, они изменчивые, то есть. Точно так же там дети ставят условия, родители ставят детям условия, то есть. Я понимаю, что в конечном итоге, оставаясь верным Богу, ты выиграешь. Точно так же, как это было с Даниилом, когда его бросали в Линный Ров, точно так же, как это было с Сидрахом, Месахом, Авдинага, который стоял перед выбором смерти или жизни, и он сказал, я не отрекусь, потому что это мой Бог. Самая тяжелая история, которую я слышал, ну, не тяжелая она история, не самая тяжелая, но для меня, когда как бы пастор, муж, встал перед выбором, если ты сейчас не отрекешься, мы не только закопаем живыми тебя, это в Северной Коре, но и твою семью. И он уже начал колебаться, жена сказала, ты что, через каких-то пять минут мы будем с Иисусом, и ты хотел вот так продешевить. И она запела псалом и пошла в яму. Поймите, то есть есть вещи, которые, ну, нельзя недооценивать. Бог – это Бог. То есть это он на первом месте. Второе. Исцеляет ли он сегодня тебя? Да и аминь. То есть если он исцелял только вчера и будет завтра исцелять, то сегодня он для тебя абсолютно ничего не сделает. То есть наше восприятие Бога, оно должно быть адекватным. Читая Библию, посмотри, сколько чудес, кто он такой вообще в величии своем. То есть острова для него как ничто, понимаешь? То есть время, которое он свернет, он говорит, как день вчерашний, то есть как будто которого даже и не было. И если вы будете изучать это величие, вы столкнетесь совершенно с другим Богом. Но второй вопрос, и с этим более-менее понятно, то есть очень часто мы слышим проповеди, что мы можем полагаться на Бога, что он великий Бог. Но второй вопрос, друзья, второй вопрос, который не менее важен. Кто я? Вот кто я? Вот если вы ответите на этот вопрос, конечно же, что-то все. Спасибо. Сказал 12 часов 0 минуты. Аллилуйя. Андрюх, скажи ему, что все, я понял. Просто скажи, что и он понял все. И второй вопрос, это кто я? Конечно же, мы имеем в виду, ну как бы во Христе Иисусе, потому что с самого раннего детства начинается формироваться наше тождественное. Кто я? Ну да, я человек, во-первых, я не обезьяна, там не слон, да. То есть во-вторых, я кто? Ну мужчина, наверное, да, все, я уже как-то соотнес себя к той или другой половине, то есть третье, допустим, я там являюсь отцом, я являюсь мужем, я являюсь пастором, то есть я являюсь там работником где-то, я являюсь частью какой-то группы, то есть это все у нас есть. И каждый раз, и это, ну такая, получается, что мы играем некую роль на публике. Дома мы являемся отцом, то есть, ну допустим, Вячеслав сегодня у нас присутствует на собрании, он является отцом семейства, и он, конечно же, он как-то направляет своих детей, как-то воспитывает своих детей, но он не переносит, слава Богу, вот эти отношения на меня, то есть он не приходит и не воспитывает меня, то есть почему? Потому что я не часть его семьи, и я не являюсь его сыном. Это нормальное отношение, то есть, ну и такой анекдот, я думаю, что Василий его рассказывал, он, может быть, даже на собрании рассказывал. То есть, когда сын задает папе вопрос, папа говорит, а почему ты, говорит, по-разному ведешь себя на собрании дома? То есть, ну на собрании ты, говорит, такой кроткий весь, дома, говорит, ты на всех рычишь ходишь. Он говорит, все правильно, сынок, по Писанию, в Доме Божьем я, ну как агнец Божий от дома, я как рыкающий лев, то есть, ну или точнее, как лев, то есть, это игра слов. Но, тем не менее, это наша тождественность. И наша тождественность, друзья, она развивается, развивается в течение жизни. Что же нас вообще формирует? Друзья, я предупреждал, что я буду учить, извините меня, но, тем не менее, эти факторы очень важны. Первое, что формирует нас, то есть, или дает взгляд, определяет нас, в основном определяет нас, или первичная закладка, это наша принадлежность. Другими словами, где, в какой семье мы рождаемся. Поймите, то есть, и ребенок не осознает, если вы заметили, маленькие дети, они не осознают себя. У меня, когда сын маленький был, он, допустим, ну, ты же к нему обращаешься, ну, на его языке, Леша там хороший, или Леша там то-то делает. И он сам к себе говорил, Леша там хороший. То есть, он даже, поймите, он не ассоциировал, что Леша это я. То есть, он себя не ассоциирует. Сначала он ассоциирует себя только так, как ты говоришь на него. То есть, там, Леша хороший, он говорит, Леша хороший. То есть, ну, как бы, поймите, то есть, он, это в любой семье. То есть, вы заметили, что дети, они никогда не говорят, я. Мне, да, говорят, но я, они никогда не говорят. потому что у них нету тождественности. То есть сначала они отождествляют, то есть они познают о себе через вас, через маму и папу. И поэтому очень важно, в какой семье ребенок находится. Почему? Потому что его тождественность. То есть через какое-то время он вдруг осознает, о, а я еще не только то, как они меня видят, а я еще часть вот этого племени веселого. И, конечно же, это самое первое. Потом дальше, как бы, и вот эта тождественность, она так и поведет нас по всей жизни. Это первое, что. То есть ребенок осознает себя так, как видят его родители. Второе, он попадает в какие-то группы. Ну, допустим, пришел в детский садик. Он приходит, а там еще вот таких же, как он, мелких, ну, там человек 20, то есть он говорит, ну, ничего себе. Оказывается, не я самый любимый, тут есть любимых еще много. И ко мне почему-то относятся на равных, даже вот из 20 как к одному. Что-то какое-то внимание неправильное перераспределение. Ребенок пытается найти себя в детском саду. Кто он в детском саду теперь? То есть, ну, кто я вообще в детском саду? И может быть слабо, но он как-то определяет свою роль. Видели, каждый ребенок кто-то там заводил в этой группе, кто-то, ну, так скажем, тихоня, то есть кто-то вообще, ну, как бы дистанцирует от всей группы. То есть что он сделал? Он, ну, как-то определил себя в группе. То есть через поведение других людей и так далее. Потом мы попадаем в школу. И школа – это вообще веселое время. То есть, ну, когда там происходит твое восприятие, кто ты такой? Ну, помимо школы, у тебя еще есть во дворе компания. Сейчас, наверное, в Фейсбуке там компания твоя, да, или где в какой-нибудь игре, там, знаешь, где ты там герой, там, рубишь всех на части бесов. То есть, ну, я не знаю, где ты тождественную сыну. Но ты каждый раз находишь свою тождественную. Когда ты подрастаешь, ты попадаешь в армию, ты совершенно другой. Ты приходишь в новый коллектив. И каждый раз, когда ты приходишь в новый коллектив, ты себя по-другому чувствуешь. Не то, что по-другому, а ты находишь перискивать. Если ты там бил всех, допустим, в классе, да, приходишь в армию, у тебя начали все бить. То есть, и ты не понимаешь, что произошло. То есть, перемена какая-то, сдвиг парадигмы какой-то произошел. И ты должен вот определиться дальше. То есть, продолжаешь ты биться с ними, или ты все-таки здесь вот в данном случае успокоиться надо и понять, что битье не определяет сознание. Примите, потом ты выходишь, устраиваешься на работу, там, еще куда-то. И вот эта вот тождественность или принадлежность, она как раз и определяет нас как личности. И чем дольше живем мы, тем сильнее меняется наша тождественность. Почему? Что такое тождественность? Это сумма нашего принятия. Почему мы говорим, что для человека очень важно принятие нас. То есть, принятие в какую-то группу. То есть, люди готовы идти в какую-то и плохую компанию, если их там принимают и уважают их там. То есть, и он не идет в хорошую, потому что она хорошая, но потому что его там принимают или не принимают. Вот вопрос в чем-то. То есть, второе, друзья, на нас влияет мнение родителей. То есть, или второе, мнение других людей. То есть, вот, если вы пишете, запишите. То есть, первое, это тождественность. А второе, это мнение людей. Что о вас говорят другие люди? Ваши родители, ваши учителя, ваши друзья. То есть, это тоже немаловажный вопрос. Почему? Потому что, допустим, на работе вы хороший работник. Допустим, дома вы, ну, родители, вы балбес, к примеру, да? Ну, где еще там? На учебе, если ты хорошо учишься, допустим, к тебе, опять же, учеба такое, ну, как бы, двоякое, как бы, состояние. Там есть мнение учителей и мнение учеников. То есть, что важнее в данной ситуации. То есть, и ты выбираешь, это сложно определять. То есть, и ты, опять же, выбираешь какое-то мнение, и ты перекладываешь его на себя. Я помню, с одним, с одним человеком разговаривал, с одним братом разговаривал. И он говорит, знаешь что? Когда я первый раз попал в тюрьму, говорит, я понял, что вот это моя жизнь. Все, я понял, что я буду воров в законе, я буду развиваться, слава Богу, он не вор в законе сейчас. Но, тем не менее, он говорит, я понял, что это мое. Что это моя жизнь. То есть, и, скорее всего, умру я в тюрьме. То есть, представляете, то есть, человек, и это не то, что ему тяжело, но просто он увидел себя здесь, ну, как бы, принятым, реализованным. То есть, и все говорили, о, ты крутой, там, все. И он понял, это мое, то есть, я в этом должен двигаться. То есть, третье, друзья, это образы, перенесенные обычно с детства. Ну, не обязательно с детства, но в первую очередь, это, конечно же, образы с детства. Допустим, если у человека... Почему я говорю, что, ну, как бы, кто мы осознаем себя? Потому что, если вы были в какой-то плохой семье, росли, то есть, ваша тождественность Бога Отца будет очень низкой. Если отец, допустим, бил мать или так далее, то тогда ты не можешь его воспринимать вообще как Отца. И вот эта наша тождественность, она накладывает отпечаток. Кому-то проще воспринимать Духа Святого, потому что они думают, что это вроде как он женского рода, то есть, где-то он мягкий, но по параметрам, не по склонениям, конечно же, я говорю. То есть, воспринимаешь, что да, вот он утешает и так далее. Иисуса как брата тоже, если брат помогал вам в детстве, то есть, ну, трудно воспринимать Бога Отца. То есть, это наша тождественность. И это закладывается в детстве. И я всегда говорю отцам, которые уже женились, научитесь говорить добрые слова в жизни своих детей. Почему это так важно? То есть, да потому, это даже не вопрос в ваших детях или в вас. Это вопрос, как они потом спроецируют отношения на них. То есть, у меня есть один друг, я его постоянно докучаю. То есть, каждый раз, когда мы встречаемся. Есть, вы знаете, мужчины, они обычно такие молчуны по большей степени. То есть, они говорят, когда атмосфера такая разряжена, ну, и то говорят в основном, да, нет, аллилуйя, аминь. То есть, ну, вот, как бы вот набор такой невеликий, но в силу, я не знаю, может, мужской логики какой-то. И вот один брат, я говорю, слушай, ты своей жене говоришь, что ты любишь? Он говорит, нет. Я говорю, а почему ты не говоришь своей жене, что ты ее любишь? Ну, никто в моей семье не говорил это. Я говорю, хорошо, скажи мне, пожалуйста, а ты хочешь, чтобы твои дети вели себя точно так же, чтобы они не говорили своим женам, нет, я не хочу этого. Я говорю, так пойми, они сейчас возьмут образец, который ты им покажешь и перенесут на следующее поколение. Они берут образцы здесь и переносят туда. Поэтому вопрос даже не в вас, друзья, вопрос в вашем поколении. Если вы уже говорите, ну, ладно, мне все равно. Но если вам не все равно ваши дети, если вы хотите, чтобы их брак был успешным, то дайте им образец. Где они возьмут этот образец вообще, если не в семье? Почему? Потому что дети учатся не словами. Дети учатся, как вы относитесь друг к другу. С уважением вы относитесь. Если вы рычите дома, поверьте, ваши сыновья будут рычать на жен. Если вы бьете, не дай Бог, упаси вас Господь, то тогда ваши сыновья также будут, иногда дочери будут бить сыновей, да? Не знаю, кто кого будет бить. Но тем не менее, это, ну, как бы серьезные вещи. И последнее, да, мы оцениваем сами себя. Ну, оценку, конечно, мы делаем, ну, как бы, в соответствии со своим внешним видом или какими-то делами, которые мы делаем. Ну, например, девушке, ну, как бы, парням это не так важно. Ну, я думаю, что не так важно, как он выглядит. То есть, ну, для девушек они считают, что очень важно, как они выглядят. То есть, они оценивают. Я не знаю, откуда они берут критерии, насколько она красива или некрасива. И потом она делает выводы. Может, конечно, ей помогают подруги, вы помните, да, оценить себя, то есть, вокруг люди, вокруг. То есть, и вот это вот тоже очень важно. То есть, она оценивает. Я некрасивая или я худая, я толстая. Я там, ну, глупый, допустим. Ну, хотя человек может абсолютно быть неглупый. То есть, у меня был товарищ на службе, и он был, ну, как бы, медлительный. Ну, конечно, он был тормозом. То есть, ну, как бы, он реагировал на все вещи, ну, как бы, то есть, ну, вот есть люди, которым надо подумать. Знаете, вот, ну, как бы, это не признак дурака, это признак того, что он взвешивает ситуацию, поймите, то есть. И вот, а там надо реагировать мгновенно. То есть, я понял, что там правильно, неправильно, но реагировать надо. То есть, ну, как бы, там угадаешь уже, нет с реакцией, это другая история. То есть, ну, если ты затянул, ты уже проиграл. То есть, и как бы, вот, но он не мог перестроиться. И потом ему там говорили, ну, не буду называть имени, то есть, ты, говорит, дурак, что ли? А он учился, он отличник, он хорошо учился в школе, человек с Питера, то есть, с образованной столицы. То есть, он никогда не матерился раньше, представьте, то есть, чудо. То есть, неверующий человек, то есть, жил в интеллигентной семье, и вот он попадает в свору разбойников, можно сказать. То есть, я говорю, ты что, правда никогда не ругал сама? Он говорит, нет, я, говорит, вообще другого человека не мог послать. Я говорю, ты прям доисторическое ископаемое. То есть, ну, я так удивлялся ему, как сегодня удивляются, может быть, верующие. И естественно, что ему это было необычно. Как так? Его могут бить, могут там где-то пытаться унить, еще какие-то вещи. И знаешь, прошло два года. То есть, естественно, что обычно, я три года служил, это заканчивается на первом году, когда тебя пытаются поставить на место. Но у него это продолжалось практически до самого конца. И однажды он мне говорит, Серега, может, я правда дурак? Я говорю, ты вообще что говоришь-то? Он говорит, ну, все вокруг говорят, что я дурак. Не, ну, он нормальный, вообще нормальный, умный пацан был. Он говорит, я говорю, ты тугодум, но не дурак. Я говорю, ты долго думаешь, ты не реагируешь адекват быстро. То есть, он говорит, слушай, ну, спасибо, а то я уже совсем думал, что я дурак. Поймите, что происходило в его жизни? Ну, он просто каким-то образом оценил себя. Точно так же мы оцениваем себя. Допустим, мы устроились где-то на работу, нам говорят, а, не так делаешь, руки там кривые и так далее. Кто-то плюнул, сказал, да, само у тебя руки кривые. То есть, и дальше работает. А кто-то говорит, слушай, ну, точно, точно что-то с руками не в порядке. То есть, точно у меня что-то не получается. Смотри, у всех получается у меня. И мы начинаем делать оценку о себе, успешный я человек или неуспешный человек. Человек попробовал делать бизнес, у него пошло, он говорит, а, я успешный человек. Другой попробовал, у него не пошло, он говорит, я неуспешный. Третий попробовал, у него не получилось, он говорит, слушай, ну, не получилось. То есть он не говорит, что он неуспешный, он не делает каких-то быстрых выводов на эту тему. То есть он продолжает, просто я, видать, не туда вложил деньги. Ну да, да, но это же не говорит о том, что я дурак и я неуспешный. Просто я не понял вот этой формулы. То есть когда Эдинсона, ну тот, кто изобрел лампочку, спросили, а как вы не разочаровались, вы же сделали более тысячи всевозможных опытов, прежде чем вы получили нужный результат. Он говорит, это не негативные опыты, я узнал, как лампочка тысячу раз не работает. То есть поймите, то есть негативный опыт, ты узнаешь, как это не работает в вашей жизни. Точно так же некоторые спрашивают, как вы достигли какого-то успеха. Ну, делая те, принимая те или иные решения и как результат получая те или иные результаты. И естественно, что получая негативный результат, нормальный человек должен отреагировать. Ну, я просто не то сделал, надо измениться. Ну, а некоторые делают вывод, я неудачник. Видите, мы строим вот свою тождественность или кто мы на основании нашего успеха или неудачи. Итак, вот эти четыре вещи, которые я скажу, это наша принадлежность, это мнение других людей от нас, наши картины с прошлого формируют нас. И последнее, это то, как мы себя оценили сами. Конечно, это все в комплексе, я просто разложил на четыре вещи. И знаете что, когда мы приходим в церковь, я не знаю, слышал ты такое или нет, приди к Иисусу и все в жизни изменится. Кто слышал такое, вы сказали, Аллилуйя, Аллилуйя. Я тоже слышал. То есть, честно сказать, я не до конца понимал, как это все может измениться. Кто-то думает, что, знаешь, карманы денег Бог насует, знаешь, там красивым, худым сразу станут, сразу исцелюсь. А на поверку в 95% ничего не происходит. А иногда даже ухудшаются обстоятельства. И вот здесь у человека становится вопрос, а как же Иисус мне помог? Я не знаю, вы переживали это или нет, но я, видите, я имел образец моей мамы, то есть баптистской церкви. И для меня, в общем-то, не волновало. Я не ожидал каких-то изменений в своей жизни. То есть, я должен был бросить все грехи и служить Господу. Вот это моя задача была. В принципе, я в нее вписался. Но когда у нас есть ложные ожидания, тогда мы попадаем вот в этот вот конфуз, что ли. Поймите, но во Христе все-таки есть надежда. И само собой все не начнет меняться. Ну какая же это надежда? Первое, что Он нам дает, послушайте внимательно, первое, что Он дает, мы же рождаемся свыше, правда ведь, да, становимся новыми творениями, Он дает нам свою тождественность. Он говорит, ребят, теперь вы мои. Вы слышите, да? Теперь вы мои дети. Теперь вы в моей семье. То есть, Он дает тождественность. Другое дело, что люди не могут принять эту тождественность или принадлежность. Он дает нам место, то есть, Он дает нам принадлежности. В одном месте сказано, что мы рождены свыше, рождаемся свыше от Бога. В другом месте написано, что мы усыновлены. Ну, как бы то ни было, усыновлены мы или рождены, мы приняты в семью Божью. В третьем месте написано, что мы приняты в семью Божью. Что это значит? Что ты получаешь все права той семьи, в которую ты принят. И не имеет значения, был ты усыновлен или был ты рожден. Просто, когда рождается человек, это как бы решается само собой разумеющееся. Ну, вот мы родили, куда его девать? Вот он здесь. Он часть нас будет есть с нами, спать с нами, нервы нам трепать, радовать нас будет. Вот он, он здесь. Поймите. И точно так же, как усыновление. Когда ты усыновляешь ребенка, ты принял его и ты дал ему полную часть в том, что вы имеете. Он такой же сын. То есть, нету разницы для Бога. Мне кажется, знаете, даже когда идет речь об усыновлении, это гораздо сильнее. То есть, можно случайно родить, а вот усыновить случайно нельзя. И когда Бог подчеркивает, что вы приняты как сыны и дочери Божьи, Он хочет подчеркнуть, это, ребята, это не случайно у меня получилось. То есть, вдруг думал, думаю, хлоп выскочил, а теперь что же с вами делать-то? Нет, я это сделал сознательно, я осознанно принял вас. Ну, а дальше что происходит? А дальше, друзья, вот как раз вот здесь должно начать формироваться. Мы пришли в его царство. То есть, все, все старое прошло, теперь все новое. Но нового-то, по сути, на вид ничего нет. То же тело. То есть, в наш дух вошел Дух Христа. Мы стали новыми людьми. И теперь, друзья, мы должны найти тождество, тождественность с отцом. Точно так же, как ребенок, маленький. Он начинает повторять за родителями то, что они говорят о нем. То есть, ты молодец. Ну, допустим, сынок, ты молодец. Или там, Леша, ты молодец. Или Сережа, ты молодец. И я говорю, Сережа, ты молодец. То есть, поймите, нету моей тождественности. Но мы не понимаем этого, когда приходим ко Христу. Вместо того, чтобы брать, как видит нас Господь из Писания, и, ну, как бы приносить эту тождественность. Бог говорит, что я молодец, что Он любит меня. То есть, и ты, может быть, даже не понимаешь этого. Потому что маленькие детки, они не понимают еще то, что они говорят. Они просто говорят то, что в них вкладывают. Но потом, со временем, они вдруг, ууу, я часть семьи, и я молодец. То есть, поймите, то есть, это не приходит само собой. Иногда, когда люди говорят, возьмите и исповедуйте это. И люди говорят, ну, нафига мне это нужно, исповедуй-то все это. Но, друзья, а по-другому никак нельзя. Но еще одна вещь интереснейшая получается. Мы еще входим в семью Божью, это церковь. А здесь вокруг нас и братишки, и сестренки, и, по большей части, все веселые. И они начинают объяснять тебе, кто ты здесь вообще. То есть, иногда они объясняют, что ты никто и зовут тебя никак. И ты думаешь, о, брат-то вот так на меня смотрит. Вот, друзья, ну, согласитесь, вот когда мы росли, я видел отношения между братьями. Когда старший брат, или там младший брат, наоборот, над старшим потешался. И один такой продвинутый, там, знаешь, дворовой парень, а другой ботаник. И он его все время, да ты ботаник. То есть, ну, это же не говорит о том, что он ботаник. Это брат его видел ботаником, поймите. Но это же не говорит о том, что родители его видят, ну, вот, ботаником. Ну, хотя у ребенка складывается тождественность. Поэтому, друзья, если кто-то говорит какие-то негативные вам в церкви вещи, ты скажи, ну, знаешь, мой отец по-другому на меня смотрит. И даже если есть мать какая-то, она тоже по-другому на меня смотрит. И Дух Святой, и мой старший брат Иисус, он воспринимает меня совершенно по-другому. Поэтому, дружище, давай, иди лесом, рассказывай эти басни кому-нибудь другому. Мне о них рассказывать не надо. И поймите, то есть, мы должны понять, что оценки людей субъективны и неправильны в основном. Почему? Потому что они отталкиваются от того, как они видят, как ты поступаешь, как ты делаешь. Но никто из них не видит ваших мотивов. Если кто-то имеет право судить как-то о вас, это Иисус Христос, который знает ваши намерения и мысли. То есть, Иисус Христос в свое время пользовался тем же самым. Он говорит, вы судите поверхностно, но я, говорит, никого не сужу. Я суд весь отдал от суд. Вы помните, да? То есть, как он будет судить? Как он видит? Потому что он видит сердца. И нам нужна, друзья, поймите, объективная оценка на самих. Иначе ничего хорошего не будет. Вот в этом сила Евангелия, друзья, что нам дали тождественность. Другое дело, войдешь ты в эту тождественность, или ты будешь продолжать себя ассоциировать с неудачником, с бандитом, я не знаю, там, с человеком, который делал аборт, и с человеком, который, ну, что-то нагрешил, и теперь неизвестно, простится мне или не простится. Друзья, перестаньте эту тождественность настягивать на себя. Апостол Павел говорит, что я не знаю за собой ничего в своей жизни, но тем не хвалюсь, потому что судья мне, Господь, который откроет все сокрытое во мраке. Друзья, научитесь передать. То есть, нам нужен отвес. Знаете, в строительстве используют отвесы, чтобы понять, стена ровная или нет. Ответ. И отвес, он никогда не врет. Почему? Потому что он стремится к центру земли. Это единственное, почему ты мерить можешь. Конечно, ты можешь так встать, так, знаешь, сказать, ну, вроде ничего. Ну, друзья, поверьте, вот ваше ничего – это ошибка. То есть, отвес никогда не врет. Почему? Потому что отвес всегда покажет ровно. То есть, то же самое для нас важно понимать, как нас видеть Бог. И из этого мы уже делаем какие-то выводы, друзья. Мы приняты. Давайте я скажу так. Мы приняты. Скажите, я принят? Я принят. В семью Божью. Друзья, я сын. Вы являетесь тоже сыном. Вы являетесь дочерью. Независимо от того, что вы о себе считаете. И лучше в это поверить. И лучше это принять. Поймите, то есть. И чем быстрее это произойдет, тем легче ваша жизнь будет развиваться в лучшую сторону. Посмотрите, когда он сотворил, если ты хочешь знать на мере не о Боге, когда он сотворил человека, вообще это не о спасении сейчас речь. Он обо всем говорил, что все хорошо. Но когда он сотворил человека, он сказал, весьма хорошо. Друзья, посмотри на соседа и скажи ему, блин, весьма хорошо. Ну посмотри, посмотри на кого-нибудь. Амэн, амэн. Правда, то есть, когда Бог сотворил человека, он сказал, ну просто замечательно, лучше даже придумать нельзя было. Вообще классно, как я и хотел, то есть весьма хорошо. И это во всех аспектах, не просто его внешний вид, а как устроена его душа, как устроено его мышление, как он устроен. Почему? Да потому, что он был создан по образу и подобию Божьему. И Писание подчеркивает эту мысль. То есть, когда ты над кем-то смеешься, пусть это будет неверующий человек, когда ты кого-то унижаешь, он говорит, нельзя так поступать. Почему? Потому что он творение Божье. Пойми, то есть смеясь над человеком, пусть он не спасенный или что-то делай ему нехорошее, ты издеваешься над природой Божьей, ты издеваешься над тем, что Богу нравится, что Он любит, от чего Он просто в восторге. Ты скажешь, ну человек же согрешил. Ну да, не без этого. Такие мы уж косячные люди. То есть, да, Он согрешил. Да, мы согрешили все. Но Его отношение к нам не изменилось абсолютно. То есть, мы видим через века, как Он выстраивает план, шаг за шагом, шаг за шагом. Как это совершить? И в конечном итоге мы видим, Иисус приходит в мир людей, становится подобным нам, то есть Сыном Божьим, Сыном Человеческим. Берет наши грехи на Себя, и Он умирает. То есть, ничего не изменилось. В Иоанна 3,16 написано, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего народного, чтобы никто не погиб, но чтобы все имели жизнь вечную. То есть, другими словами. То есть, это никогда не менялось. Когда Он возлюбил этот мир? После того, как мы покаялись, Он говорит, да нет, вы были грешниками, когда вы получили спасение. Что будет, когда вы уже будете спасены? То есть, Бог любит людей, верующих и неверующих. Сейчас я говорю вообще о человечестве. Его отношение, когда я смотрел этот ролик, я думал, слушай, Господь, Ты любишь людей. Просто люди, ну, они, мы не лучше грешников, но мы нашли свою тождественность. Понимаете? Мы нашли, что мы дети Божьи. Мы приняли Иисуса Христа по вере. Мы стали Его детьми. То есть, что-то изменилось в нашей жизни. И ты можешь смотреть, что кто-то, знаешь, во Христе растет, развивается, а кто-то не развивается. Знаете почему? Да потому, что мы на себя продолжаем смотреть естественным взглядом. То есть, вместо того, чтобы смотреть то, что Бог дал нам. То есть, ты веришь вообще, что ты рожден свыше. Кто верит? Слушайте, иногда мы думаем, что такое рожден свыше? Да я сын Божий, я в семье. Мой отец, у него есть какие-то идеи на мой счет. Знаешь, есть такие моменты, когда человек говорит, ну, мне бы вот как бы доказать, что Бог любит меня. Тут недавно слышал одно свидетельство. Кто-то засвидетельствовал одному человеку. Говорит, Бог любит тебя. Он говорит, да как он меня любит. Вон там то произошло, то произошло, то произошло, то произошло. Пусть докажет, что он любит меня. То есть, слушайте, то, что в нашей жизни происходит, это не говорит о том, что Бог нас не любит. Это говорит о нашей глупости иногда. Иногда о каких-то ситуациях, которые произошли независимо от нас. О каких-то других вещах. Но это никак не умаляет любви Божией. Я помню историю, когда одна сестра в центре. Ну, это не разовая история. Я думаю, каждый задавал, наверное, вопрос, любишь ли ты меня, Господи, более нежели их. Ну, я шучу, конечно. И вот одна сестричка, вот что-то на какой-то неделе прошла реабилитационного центра, ее отпустило от наркотиков, все. И вот она пошла молиться. Она верила искренне, что Бог ей. И она говорит, Бог, а ты любишь меня или нет? И Бог ничего не отвечает. Она говорит, ну, ты что молчишь? Скажи, любишь ли ты меня или нет? Да в Библии уже написано, что люблю тебя. То есть еще раз написать письмо. Ну, конечно, он может это еще раз. И она тогда подумала, что же такого придумать? И она говорит, она в центре. Это в Томске происходило. Пусть мне мороженое сегодня дадут, если ты любишь меня. Тогда я пойму, что ты любишь меня. Я не знаю, насколько часто вы делаете такие интересные вещи. Но тем не менее, вероятно, что в центре мороженое у тебя появится невысокое. Сразу говорю, потому что продукт быстротающий и так далее. Там можно рыбу попросить заказать, это легче. Ну, вот она заказала, чего не может быть по понятиям. Потому что сколько она была, она не видела там мороженого. И вдруг какой-то, ну, как бы приезжает пастор, проповедует пастор Олег Тихонов. И он говорит, друзья, когда я ехал сюда, Бог сказал мне купить мороженое. Я вот так начала рыдать. Ну, Олег подумал, как это ехать в центр купить мороженое одной сестре, ну, как бы кому-то. Он подъехал и купил ящик мороженого. То есть и приехал с этим ящиком, знаете, эти, ну, которые хранят холод. То есть он приехал, он говорит, я привез вам мороженое. И сестра просто выскочила, начала рыдать, Бог любит меня. Но, друзья, друзья, Бог любит вас не потому, что вам дали мороженое. Слышите, да? Иногда, знаете, маленькие дети ведут себя. Папа, если ты любишь меня, купи мне это. И как моя любовь связана с покупкой, объясни мне вот сейчас. Я-то люблю тебя, независимо от того, куплю я тебе что-то или нет. И даже независимо от того, слушаешься ты меня или нет. Я, может быть, буду расстроен и огорчен, но это не заберет моей любви. Поймите, ничто не может изменить нашей любви к Господу. Посмотрите, что написано. Если ты хочешь доказательства любви, Римлянам 5.8 написано. «Но Бог свою любовь к нам доказывает». Еще раз прочитаю. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Аллилуйя. Слушайте, это так потрясающе. Друзья, Бог никогда не откажется от вас. Он по понятиям не может отказаться. Он не может вас отказаться. Что бы вы ни сделали, абсолютно, что бы вы ни сделали во Христе Иисусе, он не может отказаться. Другое дело, что вы можете оставить его через грех, через какие-то другие вещи. Ты скажешь, ну я так согрешил. Покайся и вернись в семью, как это сделал блудный сын. Обратите внимание, что отец не перестал любить блудного сына, когда тот согрешил против него. Он реально согрешил. Он забрал деньги, он сказал, все, давай, отец, я пошел кутить. Он реально грешил. То есть Писание говорит, что он расточил свое имение с блудницами. То есть он где-то играл в какие-то игры, он промотал все деньги. Но в какой-то момент, знаете что? Пришло какое-то осознание. Осознание. Что я неправильно делаю. Знаете, что он говорит? Вот как видит теперь тебя, себя сын. Написано, Луки 15, глава 21 стих. Сын же сказал ему, когда он вернулся. Вы помните, он пришел в себя, сказал, встану, пойду к отцу моему, скажу, я согрешил против неба и так далее, и так далее. То есть осознание пришло и дальше он говорит. Сын же сказал ему, отец, вот он перед отцом стоит. Я согрешил против неба и перед тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Друзья, кто вот в данной ситуации определил, что он больше не может быть сыном? Отец или сын? Это сын определил. Друзья, это мы, как дети Божьи, определяем, я не достоин больше служить Богу. Я так много раз слышал эту чушь. Я не достоин больше ходить всякое. Почему? Я так согрешил. Ну, ты что, пропил все состояние отца? Да трудно пропить состояние нашего отца, то есть, ну, аминь. Друзья, правда, то есть, да я отрекся, я хулил его. Но он все равно твой отец. Он все равно создал тебя, и он все равно умер за тебя. Неужели ты не думаешь, что он знал, что ты так вести себя по-свински будешь? Конечно, знал. Конечно, знал. Но он оставил открытую дверь, чтобы ты мог вернуться, чтобы любой человек мог в любую минуту вернуться к Богу и сказать, Господь, я согрешил, но я же твой сын, прими меня, пожалуйста, на твоих условиях, какие ты хочешь. Но он тут сразу определил свое место, знаешь, в доме отца, что я буду с этими снаемниками, я не достоин. Ну, друзья, очень часто мы в церкви точно так же определяем свое место. Мы начинали служить, потом что-то сделали неправильно, пошло не так, и мы говорим, ну, я не достоин. Друзья, это сын оценил себя на основании чего? На основании собственных дел. Видите? Еще одна составляющая, которую я говорю. То есть, он игнорировал принадлежностью, но он оценил себя по своим делам. То есть, другими словами, наше мнение о самих себя формируется. Друзья, друзья, я вам скажу, докончить мысль надо, да? Наше самомнение формируется вот исключительно на всех этих базовых вещах. Друзья, мы не можем позволить себе формировать нас, ну, кроме того, как видит наш отец. Потому что это основа основ. Друзья, успешный человек от того, как ты о себе чувствуешь. Потому что успешный человек, человек, знающий себе цену, он придет устраиваться на работу. Это один человек. Человек, который считает, что он никто и ничто, он будет совершенно по-другому выглядеть. И люди, глядя на вас, они интуитивно понимают, не-не, это жертва. Жертвы мне не нужны на работе. Или наоборот, те, которые обманывают, они скажут, а это жертва, давай, вот я его буду использовать, платить ему не буду и так далее. Поймите, то есть, люди видят эту разницу. Это где-то внутри, то есть, когда ты можешь говорить с людьми, то есть, на равных. Почему? Потому что ты такое же творение, как он. Не важно, какие на нем погоны. Не важно, как он выглядит, то есть, какой он должности, насколько он богатый или бедный. То есть, тогда ты будешь говорить на равных. Почему? Потому что вы дети Божьи. Вас обоих сотворил Господь. Вы одинаковые. Тогда ты будешь говорить с человеком, который живет на улице, как с равным, и ты будешь с человеком, который находится наверху, как с равным. Но, друзья, ты скажешь, ну, все-таки же надо уважать. Я не сказал, что уважение не должно присутствовать в обоих случаях. Оно должно присутствовать в обоих случаях. Почему? Если ты уважаешь человека на помойке, пойми, то есть, это уважение человек всегда почувствует. Если ты уважаешь человека, который стоит над тобой, начальником, он тоже будет это чувствовать. Но ты не будешь себя чувствовать приниженным. Поймите, вот это то, что формируется. И вы можете это сделать. Поймите, то есть вы можете это сделать. Вы можете понять. Не оценивайте себя на основании ваших дел. Не оценивайте, не думайте, что Бог меня может покинуть. Посмотрите, что Исаия 49 написано, 15-16 стих. И забудет ли женщина грудной дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Ну, логический ответ нет. В общем-то, ну это быть надо совсем очень веселой женщиной, чтобы забыть. То есть, ну, в 95% я думаю, что любая женщина, она будет заботиться о своем сыне, о своей дочери. Но если бы она забыла, Господь говорит, это Бог просто хочет донести для нас, вот с сравнениями его отношения к нам. Но Он говорит, если бы она забыла, я не забуду тебя. Посмотрите. Бог говорит, если даже женщина, то есть Он вообще абсурд говорит, может забыть грудное дитя, то Я-то точно не забыл. То есть подумайте только об этом. Ты говоришь, ну я вот там согрешил и забыт Богом, и вообще в мне ничего не клеится. Опять же, ты смотришь на основание своих дел. Но то, что говорит Писание, вообще чему ты больше веришь? Писанию или тому, что ты видишь вокруг? Я лично выбираю верить Писанию. Пусть я буду глупо выглядеть, но какое-то время, друзья, какое-то время я буду выглядеть, может быть, неправильно. Но пройдет время, и вы будете выглядеть правильно. Примите это. И написано, вот я начертал тебя на дланях моих. То есть это на руках, на ладонях. Стены твои всегда передо мной. Довольно интересные отношения. Он говорит, я тебя не могу забыть. Я по понятиям тебя не могу забыть. Почему? Потому что, и он говорит, я тебя на руке. То есть вообще, Бог вообще против татуировок. Но здесь он говорит, я вот выбил тату. То есть на дланях своих. Ты всегда передо мной. Так что не переживай об этом. Посмотрите, что говорит 1 Иоанна, 3 глава. Возлюбленные. Слово-то какое хорошее, правда? То есть это Иоанн говорит, возлюбленные. То есть другими словами, Бог возлюбил нас. Мы теперь дети Божьи. Скажи, теперь. Мы на самом деле уже сейчас дети Божьи. То есть это не завтра, не послезавтра. Так давайте жить в соответствии с тем, кто мы есть. Поймите, то есть написано, но еще не открылось. Просто вот не открылось, поймите. То есть там свечение, аура на тобой не открылось. Что мы будем? Мы знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Вау. То есть как круто. Мы будем подобны Ему. То есть мы будем похожи на Него. Для меня это такое откровение. Еще одно место. Это Иоанн пишет в первой главе, в двенадцатом стихе. А тем, которые приняли Его, верующим во Его, дал власть быть детьми Божьими. Обратите внимание, здесь не сказано, что теперь Он стал Сыном Божьим. Там написано, дал власть быть Сыном Божьим. То есть поймите, то есть в имени Сына есть власть. То есть Он дает власть. Он дал нам власть. Скажите, власть. Не просто именем Иисуса всех там бесов гоняют. То есть власть Сыном Божьим быть. Поймите, то есть власть быть Сыном Божьим. Друзья, расслабьтесь. Вы приняты и вы в хорошей компании. Аминь. То есть у нас хороший отец, у нас хороший старший брат, у нас хороший путеводитель. И это замечательно. То есть мы приняты Отцом, мы приняты Сыном, то есть мы приняты Духом Святым, мы приняты Небесами. И в Реем 12, 22, 24 написано. Но вы приступили к горе Сион, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьмам ангелов, к торжествующему собранию, и церкви первенцев записано на небеса, и к судью всех Богу, и к духам праведников достигших совершенно, и ходатаю Нового Завета Иисусу Христу, и крови кроплений, говоря, вообще лучше, нежели Авеля. Повторюсь еще раз. Мы в хорошей компании. То есть мы присоединены были к чему-то великому. То есть, друзья, судите о себе на основании того, что вы видите в Библии, а не на основании того, что вокруг вас. Возможно, сейчас еще не реализовалось вот то призвание, которое на вас есть. Почему? Он говорит, вы уже теперь, дети Божьи, просто не открылось. Вы понимаете слово? Пока не открылось. Просто пока не открылось. Но потенциал есть огромный. То есть, но потенциал есть огромный с нами. У Бога есть хороший план на нас. И этот план сокрыт где? Конечно, в Господе Иисусе Христе. То есть во Христе Иисусе мы становимся другими людьми. То есть, в Ефесянам 1.4 написано, так как Он избрал нас в Нем. Скажите, избрал в Нем? И когда же Он нас избрал? Когда мы покаялись, наверное, вы думаете, да? Нет, написано, прежде создания мира. Друзья, еще не был создан человек, Он уже избрал тебя и меня. И Он избрал каждого грешника, друзья, который еще не спасен. То есть, но другое дело, что люди не пришли ко Христу. То есть, и да, написано, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Есть цель для избрания, конечно же. Другое место, Писание, Иеремиум 29.11 написано, «Ибо только Я знаю намерение, которое имею у вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы вам дать будущность и надежду». Посмотрите, это намеренность, которую Бог дает для нас. Он намерен дать самое лучшее. Другое дело, готовы ли вы принять? То есть, другими словами, если бы вы выросли в какой-нибудь семье лордов, ну, к примеру, конечно, фантастика, у нас в России с лордами напутано, здесь все лордов, да? Лорд – это господин, Господь, то есть так же в английском. И если бы вы родились в семье лордов, к примеру, что бы отец старался сделать вас? Конечно, в первую очередь вы бы гордились его фамилией, его семьей и принадлежность. Это первое. Второе – отец бы дал самое лучшее образование. Когда бы ты вел себя неправильно, он бы говорил тебе, ты лорд или ты граф, ты не можешь вести себя таким образом. Друзья, ну, отец нам тем или иным способом говорит, слушай, ты же мой сын, ты что себя так ведешь? Ты говоришь, да ладно, да. Возьмите вот эту новую тождественность, вот принадлежную к семье. Первое. И второе, друзья, что формируется, из чего формируется наша самооценка – это насколько мы успешны. Друзья, я обнаружил, что люди не успешны, потому что они не способны. Люди не успешны, потому что они не пытаются даже попробовать, сидя в какой-то области. И если даже пытаются попробовать, они пробуют один раз. И это если не получилось, они говорят, так я и знал, что это не мое, это не получится. Поймите, то есть большинство людей никогда не открыли свой потенциал. Но Писание говорит, что для нас есть надежда, для нас есть судьба, для нас есть предозначение. Просто возьми это для себя. Ты скажешь, ну, а вдруг у меня не получится? Друзья, нельзя смотреть на себя глазами естественными, что ты не умеешь ничего, то есть и так далее. Друзья, я начал учить язык лет пять назад. Мне кажется, вообще я вечность учу его. И мне, знаешь, большинство, знаешь, что говорят? Я говорю, что-то туго учится. И большинство, знаешь, что говорят? Ну, в твоем возрасте это нормально. И знаешь, хоть вообще сказать, ну, хорошо, я такой тупой, потому что это мой возраст. Друзья, вопрос же не в тождественности, а? Ну, что говорит Писание об этом? Филиппийцам 4.13 Павел говорит о себе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Друзья, вы все можете. То есть, ну, просто вопрос, вы оцениваете себя не на основании то, что Иисус для нас предназначен, а на основании того, что вы уже пробовали. То есть измените эту тождественность. Мы вчера были на выпускном, и одна сестра сказала, «Знаете, братья и сестры, вот я приготовила песню». Ну, для меня песня, да, песня, ну, приготовил человек песню. Но это же неплохо, что человек хочет спеть. Она говорит, ну, дело в том, что я никогда не пела. Я абсолютно никогда не пела. И когда в детстве там, ну, мне говорили там, спеть где-то в садике, в школе. Я даже там какую-то, не помню, какую-то она привела, типа «Калинка-малинка» не могла спеть, потому что у меня там не было слуха, все это знали, я это знала. Но знаете, когда я спаслась, я вдруг подумал, я услышал одну песню, и подумал, она так сильно соотносится с христианством, я бы хотела спеть эту песню. Ну, потом вторая мысль говорит, ну, я же не пою. То есть, ну, с другой стороны, я не знаю, как она там развивалась, ее мышление, она сказала, «Хорошо, я попробую это сделать». И, видать, она дома потренировалась, спела эту песню. И она вышла, и, ну, перед студентами, сколько нас там сидело, ну, может быть, человек 30, может быть, 20 человек. То есть, она вышла, сказала, «Включите фонограмму для меня». И она начала петь. И она хорошо пела. И она сказала, «Я так волновалась». Ну, поймите, то есть, если бы она никогда не попробовала, то есть, если бы она сказала, «Я это не делала в детстве, я это не делала в юности, я не буду это делать сейчас». Почему? Потому что я не умею. Ну, просто пришла мысль. А почему не попробовать? Почему не попробовать вот эту песню спеть? И когда она попробовала, вдруг она обнаружила, что, оказывается, во Христе Иисусе она может петь. Поймите, то есть, друзья, иногда мы даже не пробуем, потому что мы считаем, что мы не способны. Ну, я, я, я вообще не лидер. Я вообще не лидер. Друзья, ну, когда происходит какая-то ситуация, и никто не берет лидерство, вдруг что-то происходит тебе, ты встаешь и говоришь, будем делать так, так и так. И люди говорят, «О, слушай, я никогда не думал, что он может вот так делать». Да потому что он в эту ситуацию не попадал никогда. Я всегда говорю, друзья, в церкви, да попробуйте все. Придите к Наталье, скажу, Наталья, можно я месяц себя попробую в этом деле? Вдруг, вдруг вот во мне соловей проснется, хакасский там или какой-то, не знаю, бурятский. Может, я горловым пением начну петь сейчас здесь. То есть, не знаю, то есть, или подойди к организаторам, скажи, можно я попробую служить у вас несколько месяцев, месяца два-три. Может быть, это мое, может, я вам порядок хоть наведу здесь. То есть, я не знаю, что ты можешь сделать. То есть, попробуй туда приди. В некоторых церквях говорят, если ты пришел в наше служение, приз на во имя веков, то есть, ты не можешь уйти отсюда до скончания века. Ну, ты скажи, я в творческом поиске. Конечно, пусть это не станет твоим, как сказать, твоим кредо, да, что я всю жизнь в творческом поиске. В конечном поиск для того и поиск, чтобы когда-то себя найти. Поэтому, друзья, не смотрите на себя. Каждый раз, когда вы смотрите на себя естественными глазами, вы в проигрыше, каждый раз. Слышите, да? Почему это такое дело? Знаешь, ты сегодня знаешь, орео такое. Спроповедовал классно. А завтра проповедь не получилась. Ты думаешь, ой-ой-ой, что происходит вообще? То есть, не свел концы с концами. То есть, опять же, иногда мы забираем славу. Дух Святой сошел на вас. Вы, конечно, готовились. И Дух Святой дал вам слова. Но потом он помазал. И вы приходите и говорите, я такой помазанный чел. Аллилуйя. То есть, и другой раз ты приходишь, так классно подготовился. И все слова вот здесь вот. Ну, и некоторые даже вот сюда, возле ног моей жены падают. И ты думаешь, что я не так сделал? То есть, и Господь говорит, ну, ты же во Христе все можешь, а не не во Христе. Поэтому, друзья, научитесь действовать по вере. То есть, я не знаю, как это. Что мы получаем? Абсолютно все, что мы получаем в церкви, друзья, мы получаем по вере. Кстати, в жизни мы тоже получаем по вере. То есть, вера от слышания, помните, да? Ослышание от Слова Божьего. Но мы же все равно слышим от других людей. Ты там ненормальный, ты такой-то, такой-то. И мы принимаем это верой. Поймите, то есть, изначально же никакой ребенок не считает себя плохим. Все считают себя уникальными детьми. Потом им объясняют, что ну, таких уникальных миллионы, во-первых. Ну, думать, ничего себе. Потом, он говорит, оказывается, ты тупее других, е-мое. И ты начинаешь, тебе нагребают, 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 нагребают. Потом еще хуже всего, когда не только родители, но и муж потом говорит, да ты тупица, ты никчемная жена. То есть, люди борются со всеми этими вещами. Начните. Если это происходит с вами, это не говорит о том, что это ваша судьба, это ваша тождественность. Это ни в коем случае, это не вы. Во Христе Иисусе мы святы, непорочны. Я говорю, в какой мы компашке. Ребят, все, что мы получаем по вере. Посмотрите. Интересно, и действия ваши вы должны начать делать по вере. То есть, некоторые говорят, а если не получится? Друзья, а если получится? Посмотрите на Давида, который вышел против Голиафа. Какие он слова вообще говорит? То есть, просто послушайте его. Ну, как бы, исследователи Библии, ну, считают, что ему было где-то от 12 до 16 лет. Ну, в среднем где-то на 14 годах. Ну, вот здесь есть вот 14-летний мальчик, нет? Или девочка? Встаньте просто. Есть такой, нет? 14, 13, 15 лет. Вот, вот девочка, вот она бы вышла Голиафу голову отрубить. То есть, ну, Аллилуйя. И, конечно же, по-нашему, если бы она сейчас вышла и сказала, ну, все, я великий апостол, я уезжаю в Монголию и так далее. Все бы сказали, куда ты собралась? В какую Монголию? То есть, там-то уже служительский состав был определен. Вы помните, все лидеры там, все на войне. Он вообще со стороны причалил. Помните, да? Принес сыры. И когда он увидел, что там происходит, то есть, он начал говорить, а что будет, если я отрублю ему голову? То есть, там у нас царь, первая царь, 17 глава. И вот он выходит на этот поединок. Ну, смотрите, что же было такое в Давиде, о чем я сегодня проповедовал? И взглянул филистимлянин и увидел Давида и с презрением посмотрел на него. То есть, посмотрите, то есть, здесь ни злости, ничего не было. То есть, просто презрение. Ибо он был молод, белокур и красив лицом. Я не знаю, какие у него штаны были, обтягивающие или нет. Но выглядел он очень отвратительно для Голиафа. То есть, ну, просто и это что за ерунда такая? То есть, когда я вызываю самого крепкого мужика, то есть, на бой. Вы видели, вот, ну, может быть, бои вот этих вот профессионалов, там, бокс. Даже если вы не любите, сейчас часто показывают. И там такие машины, они так бьют. Я думаю, если мне по голове так стукнуть, она у меня сразу отвалится. То есть, ага, нет, знаешь, там, и дальше стоит. И представляешь, тут выходит на ринг непонятный чел. То есть, он говорит, да что за фигня-то такая? Ребят, вы что, меня унилить хотели или что? Ну, у вас получилось. И дальше он, посмотрите, обращается. И сказал филистимлян Давиду, что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? То есть, он настолько был тронут вот выходом вот этого мальчика. То есть, и проклял филистимлян Давида всеми своими богами. То есть, он ругался матом там. То есть, я уверен. И сказал филистимлянин Давиду. Посмотрите, то есть, это филистимлянин берет инициативу. Подойди ко мне, мальчик, и я отдам тело твоего птицам небесным и зверям полевым. То есть, здесь битва вообще никакая не предвещалась. То есть, он говорит, ну, хорошо, раз ты вышел, ну, давай, отрежем тебе голову. Или подойди, я просто отдам твое тело. И дальше написано. А Давид отвечал, посмотрите, филистимляню, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом. Посмотрите, то есть, он указывает физические вещи. Ты машина, ты все время убивал, ты был на пике, ты все время побеждал. То есть, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. То есть, что Давид что-то знал. Он что-то понял в своей жизни. То есть, он знал, что я иду против тебя, извиня, Саваофа, Бога, воин в Израиле, который, кстати, ты поносил. И он говорит, парень, ты вообще ненормальный. То есть, во-первых, это Бог богов, царь, царей. А ты его еще ругал. И как же мне не победить? Ты вообще не понимаешь, о чем речь. Что это было? Это уверенность была в своих силах у Давида? Абсолютно нет. Помните, на него надели скафандр или что там, кольчугу, на него надели. Он походил в ней и говорит, слушай, не-не-не, не подходит. Он физически понимал, что он не может победить его. Он взял палочку эту пастушью, он взял камни возле ручья. То есть, он взял, чем мог пользоваться. Там кто-то ссылается на его способности физически. Да, он умел метать камни, но он не влагал своего упования в метание камней. Он не вышел и сказал, хотя ты такой сильный, а я такой прощист, просто в лоб сейчас тебе хлопну. То есть, он не сказал этого, поймите, очень часто люди чем-то гордятся. Видели маленькие дети, когда хвалятся, да я сейчас тебя наваляю, ну совсем маленький. Второй, нет, я тебя, я тебя побью. Потом аргументы кончаются, они усиливаются. А у меня есть брат. Ничего себе, старший, он придет, тебя побьет. Ну, а у этого брата нету. То есть, я помню тоже, когда маленький был, у меня младший брат был. То есть, ну, который навалять никому не мог. И я сказал, а у меня дядя в армии служит. То есть, дядя в другом городе жил, в Новосибирске, в Ачинске. То есть, но тем не менее, тем не менее, мы выставляем какие-то аргументы. То есть, а у меня там, знаешь, друзья. То есть, и так далее. Ну, здесь такого не было. Он, говорит, он проклял его. Он сказал, просто тебя убью сейчас. Ну, Давид, говорит, я иду против тебя во имя Господа Саваофа. То есть, он ссылался. Кто за мной стоит, поймите. Знаете, раньше было такое, ну, среди пацанов там, знаешь, такой шкент выходит. Дядь, дай за кого. И, пошел ты. Такие раз выходит несколько обол. Говорит, ты чего это нашего брата обижаешь? То есть, он же не знал, что там братья. А этот так нагло себя ведет. Почему? Потому что знает, что должны подоспеть. Поймите. Так вот, Давид нагло себя вел, потому что знал, что подоспеть должны где-то. То есть, он был убежден в этом. Поэтому я говорю, что никогда не возлагайте свои упования на свои физические силы. Я могу это сделать во Христе Иисусе. Я могу это сделать во Христе Иисусе. То есть, ни по каким другим причинам. Это единственная причина. И дальше. И узнает весь сон, что не мечом и копьем спасает Господь. Ибо это война Господа. И Он предаст вас в руки наши. И когда филистимлянин поднялся и стал подходить, приближаться навстречу Давида. Давид поспешно побежал к нему навстречу. Опустил руку и так далее. То есть, мы знаем, что была потрясающая, грандиозная победа. Почему? Потому что один человек видел себя по-другому, чем другие люди. Ты скажешь, ну, он, наверное, с детства так был воспитан. Друзья, старшие братья, они пытались ему подпортить все-таки репутацию. Посмотрите, в ходе того, как он спрашивал, а что будет тому человеку, он даже не про себя говорил, а тому человеку, кто победит его. И люди говорили, там, знаешь, полцарствует, царевну в придачу тебе дадут. Ну, и тут, посмотрите, 1 Царств 7, 28. «И услышал Илиаф». Это старший брат был Давида. «И услышал Илиаф Давида, старший брат, что говорил он с людьми. И рассердился Илиаф на Давида и сказал, зачем сюда ты пришел? И на кого оставил немногих овец своих в пустыне?» Что он делает? Он говорит, он сразу его тождества говорит, ты вообще пастух, мальчишка, ты должен постереть, это не твое место, поймите. Он сразу должен был выпасть в осадок, но этого не произошло у него. И дальше написано, зачем оставил в пустыне? Я знаю высокомерие твоего, теперь он говорит, на мотивы его, которых абсолютно не знают, и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение. Поверьте, у Давида было тысячи причин не ввязываться в дело, не ввязываться в бой. В конце концов, я мальчик, в конце концов, я не часть регулярной армии. На каком основании? Но что-то было внутри него. Я всегда говорил про Давида, я даже в книге своей пишу, что если сказать о ком-то, что он опередил свое время, это был Давид. Он по всем параметрам просто опередил свое время. Он понимал тождественность, свою принадлежность. Его отец относился к нему тоже неважно. Ну, не то, что неважно, но он не видел в нем такого лидера. Помните, когда помазывать привели детей, там поставили троих старших сыновей. И пророк подошел к одному, подошел к другому, подошел к третьему. И он чувствует в духе, нету никого. Он говорит, а нет ли у вас еще одного? Они говорят, да есть один. Там интересно, почитайте. Там один есть, но он на поле пасет. Такой интересный, песни поет. Красивый, молодой. Он говорит, давайте, мы не начнем, пока он не придет сюда. И Бог говорит, вот этого я избрал. Почему? Его отношения, его понимание принадлежит. Его отец, ну, как бы не считал его достигшим. Я не говорю, отец не считал не то, что его неудачником. Но он был маленький. И как мы к маленьким детям относимся? Мы говорим, он еще не готов, он еще не готов. Братья его сказали, ты вообще куда приперся, сопляк? Я думаю, что так бы это было. Может, по-другому нам написали просто. Но тем не менее, он не принял этого. Но он принял, что я все могу о Христе Иисусе. В Боге я могу все сделать. Я принадлежу в великой семье. И у него есть обещание, обетование для нас. Некоторые начинают как раз с обетований. Но, друзья, обетованиями все заканчивается. Первое – это принадлежность. Второе – это понимание, кому ты принадлежишь. Кто является твоим отцом? В какую ты команду попал? Друзья, мы в команде победителей. Там написано, мы присоединились к духам праведников, которые достигли совершенства. То есть, другими словами, если ты попадаешь в какую-то крутую команду, поверь, тебя вытянут. Тебя вытянут. Почему? Потому что ты будешь тащить команду назад. Тебе скажут, давай, вставай, прорывайся. Давай, давай, мы сделаем это. Мы достигнем этих высот. Не останавливайся. Если ты хочешь стать успешным бизнесменом, найди кого-нибудь. Скажи, можно я буду твоим учеником? Он научит тебя. Поверь мне. Если ты хочешь быть успешным служителем, привяжись к какому-нибудь служителю. Давай будут тебе, не знаю, что там, воду на руки лить. Сейчас это не актуально, но в древние времена это так было. Конечно же, он возьмет тебя. Надеюсь, что он возьмет тебя. Но тем не менее. И посмотрите, если мы говорим обетование, это следствие. То есть, их тысячи в Библии. Во 2 Коринфянам 1, 18-20, Павел пишет. «Верен Бог, что слово наше к вам, то есть он вспоминается, ссылается на какое-то время, которое он был в Коринфе, не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, послушайте, Иисус Христос, проповеданный у вас, нами, мною и Силуаном, то есть когда мы были вдвоем, мы проповедовали Иисуса Христа у вас. И там не было, что да или нет. Может быть, такого не было. Но дальше он говорит, посмотри, не было да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем, да, в нем, аминь, и славу Божию через вас. То есть, каждое обетование, которое есть в Библии, да, Бог благословляет вас каждым обетованием. Другое дело, что если ты не чувствуешь себя частью этой семьи, ты не можешь прикоснуться к этим обетованиям, то есть ты не можешь быть частью этих обетований. Но если ты все-таки знаешь, я сын, да, я вот ушел на поля Моавицкие пасти там коров или свиней, но если ты осознал, возвращайся в ту же минуту, как только ты осознал, встань, поднимись и пойди. И напоследок, я зачитаю последние стихи, которые вы все знаете. При том и знаем, скажите, знаем, мы не догадываемся, мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Скажите, любите ли вы Бога? Да или нет? Посмотрите, написано, что все абсолютно содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предупредил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого предузнал, тех и предупредил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. И дальше написано, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не даруют нам и всего? Он говорит, друзья, если Он умер за нас, когда мы были грешниками, то когда мы стали детьми, как Он всего не дает? То есть просто приди, возьмите благословение. Кто будет обвинять дальше избранных Божьей? Написано, Бог оправдывает вас. Что бы ни говорили люди вокруг вас, есть кто-то, кто оправдывает вас. Каждый раз, когда кто-то говорит плохо про вас, даже если вы живете в грехе, есть ходаты. Он говорит, Он мой сын, да? Да, Он ушел, да, Он живет на этих полях, да, Он ест со свиньями, но Он мой сын. И у Него еще шанс есть вернуться. Поймите, то есть всегда есть шанс вернуться, где бы ты ни был. Но если ты там, где я говорю, если ты на полях Моавицких, друзья, возвращайся, Бог дал хлеб в Своем народе. Аминь. И написано, кто отлучит нас? Кто осуждает? Иисус Христос умер, но Он воскрес. Он одеснует Бога, и Он ходатся за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагода, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умершие от нас всякие деньги, считают нас за вес, обреченных на закладе. Но все это преодолеваем, чем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакое другое творение не сможет нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Нашим. Друзья, нету таких сил, которые бы могли отлучить нас. Единственная сила во Вселенной, которая может разлучить нас с Богом, это вы сами. Это вы сами. Конечно же, дьявол вам поможет сказать, вы согрешили, вы не можете больше вернуться, вы никто, зовут вас никак, поиграли в церковь, больше не надо туда ходить. Друзья, вы дети Божьи. Может быть, потрепаны, но вы дети Божьи. Амин. И он будет менять ваше тождество. Начните, начните читать, начните изучать, начните исповедовать эти вещи. Я сын Божий, я дочь Божья. Подойдите утром, хотя бы один раз в день. Подходите к зеркалу, глядя в нее, посмотрите на себя, скажи, я сын Божий. Ну, выгляжу, конечно, я скверно, но тем не менее, я все равно сын Божий. Начни говорить то, что написано в Библии про тебя, что Бог любит меня. Просто скажи, Бог любит меня. Не тебя Бог любит, как мы обычно, меня Бог любит. Я возлюбленный, я избранный. Интересно, Иоанн пишет, любимый ученик Христа. Кто это пишет? Он же и пишет. Поймите, он так воспринимал отношение ко Христу. Я верю, что, конечно же, было какое-то приближение у кого-то, но он так чувствовал принятие себя. Друзья, начните говорить, начните говорить то, что говорит Библия, а не то, что вы видите вокруг вас. Действуя в физической сфере, вы всегда проиграете. Почему? Потому что мы сверхъестественные по природе своей. Мы рождены свыше. Мы рождены в Слове Божьем. Мы рождены в Его вере. Аминь. Давайте мы встанем. Я хочу помолиться с вами. Я долго учил. Если не все попало в ваши сердца, пересмотрите это снова в онлайн, на кассете, на диске, как вам удобнее. Я хочу молиться. Если вы относились к себе недостойно, не надо поднимать руки, ничего не надо. Если вы чувствовали, что я был неправ перед тобой, Господь. Я был неправ перед тобой, Отец. Я был неправ перед тобой, Иисус. И если это вы, молитесь вместе со мной. Господь Иисус, просто внутри себя молитесь. Господь Иисус, я прошу прощения за то, что я видимые вещи ставил на первое место. За то, что я не смотрел то, что ты сказал в своем слове, Господь. За то, что ты много раз так звал меня, Господь, духом своим, через свое слово. Но я где-то обращал внимание на то, что говорят люди, на то, что говорят обстоятельства. Господи, научи меня видеть по-другому. Научи меня быть сыном твоим. Научи меня быть дочерью своей. Господи, я люблю тебя, и я знаю, что ты любишь меня. Пусть с этого дня наши отношения, твоих детей, развиваются все сильнее и сильнее, как в твоей семье, Господь. Дай нам почувствовать вот эту тождесть. Дай нам почувствовать себя в хорошей компании. В твоей компании, праведников, духов всевозможных, Господь, вот этого небесного Иерусалима. Частью всего этого, великого и большого. Измени меня, Господи. Дай мне попробовать то, что я никогда не пробовал прежде. Дай мне увидеть то, что я не видел прежде. А тебе пусть будет слава, честь и хвала во имя Господа Иисуса. И все люди Божьи доскажут. Аллалюя. Давай дадим ему аплодисменты. Бог достоин всякой славы. Бог достоин всякой славы.